Приветствую вас! Вы знаете, основная трудность при работе с ситуациями, подобно вашей, заключается в том, что человек, в данном случае вы, неправильно понимает алкоголизм, неправильно понимает проблему алкоголизма, неверно относится к мужу, ну, в данном случае к мужу, вообще к супругу, вот, и неверно относится к себе. Что самое интересное, то, что существует, в наличии существует надежда на то, что человек изменится, станет другой, что ситуация изменится сама по себе, как правило, станет другой, что проблемы кроются только, если честно в алкоголизме мужа и всё, вот. То есть алкоголизм рассматривается как некое такое зло, как некое такое препятствие на пути к отношениям, вот. И в этом кроется самая главная проблема, потому что это не так. Если вы, аноним, если вы признаете и примете тот факт, что алкоголизм это не проблема сама по себе, что алкоголизм это лишь следствие проблем, и это следствие проблем не ваших, а вашего мужа, исключительно только вашего мужа, да. Но, вместе с тем, вы оказались в этой ситуации, в какой вы оказались, также не просто так, а благодаря каким-то своим особенностям, индивидуальным особенностям личности. Если вы эти две вещи основные поймете и увидите их, и вот, как бы сказать, сместите акценты, да. А, измените приоритеты. Что вот, был у вас приоритет один, сейчас у вас приоритет один, а будет приоритет другой. Если у вас приоритет станет другим, то проблему можно будет решить, потому что дело здесь не алкоголь, еще раз повторю, а дело в том, как вы себя ведете. Начнем мы, пожалуй, с того, что вы написали в заголовке. В заголовке вы пишете, что отношения ваши с мужем зашли в тупик, и поскольку отношения находятся в тупике, то налицо психологическая игра, которая так и называется «Тупик». Вы можете эту игру посмотреть в интернете, в интернете она раскрыта более подробно. Я вам сейчас скажу только то, что в игру «Тупик» играют люди в глубине души, не желающие нести ответственность за себя. В глубине души, возможно, опасающиеся близости, опасающиеся счастья, запрещающие себе быть счастливыми, как бы это парадоксально не звучало. И, соответственно, выстраивающие свои отношения с людьми так, чтобы они вели по итогу в тупик и в итоге распадаются. Вот, то есть сейчас, вот видите, что сейчас происходит, сейчас вы говорите, что мне остается только ждать. То есть я сделал все, что могла, мне остается только ждать. Муж теперь сам, как бы, решая, да, что ему делать. Я его первой, как бы, первой на встречу идти не буду. Это вот и есть «Тупик». Это и есть игра «Тупик». Вы сняли из себя ответственность и все. В чем-то вы, конечно, правы. Вы правы, например, в том, что у мужа есть проблема, и эти проблемы нужно ему решать. Этим спору нет. Но также, помимо этого, существует и ваша ответственность. Существует и ваше поведение. И вам это поведение нужно менять. Хотя бы в двух аспектах, которые вы сами признаете. Это то, что вы его пилите и читали много нотаций. А значит, вели себя как родитель. А значит, поведение родителя подразумевает, модель поведения родителя подразумевает на другом конце, на другой стороне ребенка. И это значит, что ваш муж ведет себя именно как ребенок. И поведение родителя, даже никого не случайно, родительская позиция, это позиция сценария, сценарное поведение, негативное поведение сценарное, которое вы взяли у своих, опять же, родителей. И вам, чтобы перестать заводить отношения в тупик со своей стороны, нужно выйти из родительского сценария. И, как сказал мой коллега, Кудрыщев Игорь Леонидович, перестать быть созависимым. То есть, созависимо, что это в данном случае, вот, какая-то такая нуждаемость, нуждаемость в другом человеке явно больше, чем это нужно в норме. Понятно. Дальше. С мужем мы вместе почти десять лет. Нам по тридцать лет. У нас отдельное жилье, муж всегда очень любил, меня очень любил, я его... Смотрите, ну, десять лет, да, десять лет мы с мужем. Давайте так. Что вас объединяет? Что у вас общего? По поводу чего вы познакомились? Это вот такие моменты, да, чтобы понять, с чего ваши отношения начинались вообще. Знаете, по поводу чего вы зашлись? Было ли между вами реально что-то общее? Или это все-таки больше какая-то необходимость? Воспринимали ли вы друг друга как личности? Или вы изначально видели только друг в друге мужчину и женщину? Это очень важный аспект. То есть, то, что вы с мужем почти десять лет и вам по тридцать лет, ничего не говорит, кроме того, что за десять лет вы стали совсем другими людьми. Когда вам было двадцать, это одно. Когда вам тридцать, это совсем другое. То есть, с двадцати до тридцати лет человек проходит огромный путь. И вы этот путь уже прошли. Вопрос только в том, пройдя этот путь, остались ли вы теми, кем вы были друг для друга тогда, десять лет назад? Это большой вопрос. Люди часто склонны отрицать, отвергать перемены. И свои, и других. У нас отдельное жилье. Муж всегда очень любил меня, я его. Про отдельное жилье не совсем понятно, зачем вы написали. То есть, может быть, для вас материальная сторона вопроса играет большую роль. Может быть, что-то еще. То есть, у вас муж всегда очень любил и вы его. Ну, интересно, что вы на первом месте поставили то, что он любил вас. То есть, вам важно, чтобы он вас любил. Может показаться, что я просто придираюсь словам, но единственное, что у нас есть это ваш текст, проблема серьезная, поэтому такое внимание к деталям. Вот. Вы пишите, что на первом месте, что ваш любимый, значит, для вас это важнее. При том, что вы написали, что я его тоже люблю, например. Нет. Вы просто иня его. Ну, какие мысли это может навести психолога? Мы из совсем разных семей, с разным воспитанием, в наших отношениях и общениях всегда присутствовало некое недопонимание, которое, примерно, лет не получалось. Ммм. Очень жаль, что вы не раскрыли разность своих семей. Вообще, разность семей, разность воспитания, это стереотипы. Потому что люди все одинаковые в этом смысле. И люди все равны в этом смысле. Разность воспитания, это всего лишь индивидуальная особенность. Но то, что вы сами говорите, что у вас разные семьи и разное воспитание, говорит о том, что вы все-таки, все-таки, так не считаете. Вы не считаете своего мужа, например, просто другим, просто индивидуальностью. Нет, вы считаете, что он с другим воспитанием и другой семьей. Но мы же его почему-то выбрали, вы же его, за него вышли замуж. Получается, вы так до конца не взяли ответственность на себя за выбор этого человека. Получается, что вы не приняли его таким, как он есть, потому что недопонимание, это именно непринятие. Это именно непринятие другого. То есть, грубо говоря, если я, например, демократ, а вы, например, коммунист, допустим, то, в случае ваших выводов, в случае вашей мысли по поводу коммунизма, я вас никогда не пойму. С той точки зрения, что я демократ. Но если я поставлю себя на ваше место, да, если я постараюсь проникнуть в ваши позиции, то мне не нужно будет ее понимать, я просто ее приму. То есть, ваше непонимание – это непринятие. Я не верен, что вы на нас настолько глупые люди, чтобы не понимать всего-то. Вы понимаете? Просто каждый из нас хочет, чтобы другой считал так же, как он, игнорируя при этом, что именно различия помогают развиваться. Но вы это различие обратили в недопонимание. И еще считаете, что недопонимание нужно преодолеть. Сделать так, чтобы люди, ну, были одинаковыми. То есть, тут история вот достаточно, ну, серьезная. Например, я ему что-то говорю и даже не понимаю, что его обидел из-за дела, а он замалчивает. И наоборот. Окей, хорошо, но если вам не нравится, что он замалчит, то почему вы замалчиваете? Как так выяснилось, что вы не искренне друг с другом? Ведь это же началось сразу, если бы вы сразу поставили, если бы своим примером показали, как мощно, это уже было бы лучше. Так получается, что вы опять не берете ответственность на себя за свое поведение. То есть, вы просто говорите, что мы друг другу, мы, мы оба замалчиваем свои обиды. Ну так, причем, если мы оба, вы замалчиваете свои обиды. Давайте разберемся с вами, почему вы их замалчиваете, у кого вы этому научились. И перестанем это делать. И отношения, как минимум, с одной стороны, да, изменятся к лучшему, как минимум. Мы жили вместе, находили точки соприкосновения, ссорились, мирились. А смысл от того, что вы мирились, если никаких решений не вырабатывалось. Если никаких перемен не происходило. Смысл ваших примирений. Ваши примирения, в данном случае, это всволище, всволище за тиши перед следующей ссорой. Чтобы ссор не было вообще, или чтобы они были конструктивными, нужны решения. Решение и четкое следование этим решениям. Без этого, ваши ссоры это просто замена интимной жизни. Нет, по сути, я не шучу. Дальше. Вы пишите, что мы жили вместе и находили точки соприкосновения. Вот я, конечно, не знаю, но мне как-то кажется, что вы делали это с трудом. Насчет точек соприкосновения. В том смысле, что, ну, это тяжело было, видимо, находить точки соприкосновения. Раз в Вейнхайне вы вместе находили их. И вам не нужно было решать. У вас они должны были быть, когда вы создавали семью. Вы должны были быть уверены в том, что это ваш человек. Что это вас делает, что вам хорошо и так далее. И вы, судя по всему, в этом уверены не были. Ну и понятно, в силу ряда причин. Главным образом, вот, с ваших сторон, с ваших сторон, причина в том, чтобы замалчивать в своей обиде. Вот не выражайте их адекватно. И обвиняйте в этом же музе, в том, что вы делаете сами. На протяжении нашей совместной жизни, муж все время любил выпить и погулять ночью с друзьями. Так продолжалось с самого начала нашей жизни. Окей. То есть вы знали, что существует некая черта вашего мужа, которая вас не устраивала. Допустим. Как вы к ней относились? Вы пишите, что меня такое поведение очень расстраивало до слез. Это странно. То есть вы это его поведение рассматривали как личное оскорбление себе. В чем я? Ну, у мужчины такое понимание отдыха. Оно не хорошее, не плохое. Оно такое. Вы либо принимаете, либо нет. То есть уже на этом этапе, когда вас это расстраивало до слез, уже проявляется зависимость от человека. Вместо того, чтобы четко сказать, что, дорогой, меня не устраивает то, что ты делаешь. Потому-то, потому-то, потому-то. Если ты не перестанешь, то там, соответственно, я от тебя отдалюсь и мы расстанемся. Нет, вместо этого это вас задевало, вместо этого вы расстраивались и плакали. То есть получается, получается, что поведение мужа чересчур сильно влияло на вас. А так здоровых отношений быть не должно. Разговаривались с мужем много раз на эту тему, но если что и менялось ненадолго. Это такая правильная. Правильная. Потому-то разговоры это свойство разговора. Разговорами это дело не поможет. Разговаривая в данном случае, вы выступаете в позиции жертвы. Вы просите у него делать то, что заставляет его суть. Человек, во-первых, должен сам этого захотеть, а во-вторых, вам, если это было с самого начала, не нужно от него требовать меняться. Это такой человек. То есть вы уже отказались принимать своего мужа таким, как он есть. Понимаете, вы уже отказались здесь принимать его таким, как он есть. Что не могло не служить дальнейшему ухудшению ваших отношений. Дальше. Разговаривали по душам и ссорились. Ну, опять же, да, вот это, с ссорами, через ссоры никогда ничего не решить. Вы ответственность на себя, за то, что именно вы, аноним, ссорились, брать не хотите. Очевидно. Плакало. То есть манипулировало, по сути. Плачь это манипуляция. Плачь это проявление зависимости. Нет ничего плохого в том, что вы плачете, если вам грустно, больно и так далее. В этом ничего плохого нет. Но, если плач вызывает чувство вины у другого человека. Если плач связан с тем, что должен сделать другой человек. При том, что прямой обиды не было вам. Это манипуляция. Может быть неосознаваемая, но манипуляция. Нет ничего удивительного, что вашему мужу стало с вами тяжело. Даже ходили раз к врачу, но результата не дало. Потому что мужчина этого не хотел. Мужчина не хотел. Мужчина это делал для вас, а это так не работает. Он всегда работал, я тоже работал. Дыхать ходили и ходили не часто. А, дыхать ходил не часто. Скажем раз в месяц. Потому что тяж и тяж. Мужчина дошло до стабильных 2-3 раза в неделю. Всегда по алкоголям пива. Я не очень понимаю, почему вы это написали. 2-3 раза в неделю пиво. Вы не написали количество. Это еще не алкоголизм. Хотя, конечно, тут может быть данные. Я не знаю всех деталей. Но... Если мужчина сейчас учет, значит его откровенно что-то не устраивает в личной жизни. Вас. То есть вам нужно было пересмотреть свою позицию. И не нужно было, и нужно сейчас. Как вы относитесь к ему? Понимаете? Хочет пить? Пусть пьет. Хочет не приходить куда-то? Пусть не приходит. Это его право. Это его выбор. Вам нужно сделать так, чтобы он сам столкнулся с последствиями своих действий. Но вы сами несете ответственность за свою же жизнь. А вы же найдете от него каких-то действий. Что говорит о, скажем так, низком уровне вашей самодостаточности и самостоятельности. Возможно, здесь есть негативные установки. Потому что семья должна быть сплоченной. Семья – единое целое. Что муж и жена должны быть всегда вместе. Делать все одно и то же. То есть тут как бы вот такие установки. Вот. Могут быть. А эти установки не лишены смысла. Но в том случае, если люди действительно так считают. Оба. А если, например, вот ваш муж считает, что у него должно быть время отдохнуть. Ну, это как… Это его выбор. Что-то с ничего не поделать. Опять-таки. А вы пытаетесь это поменять. Для себя, потому что вам так спокойнее. То есть ответственность за свою безопасность вы перекладываете на человека. Что в корне неверно. Мы очень хотели детей и планировали ребенка. А зачем? 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 Ребенок. Если у вас проблемы с будем, что вы ссоритесь, что у вас там слезы и так далее. Недопонимание. Зачем? Если вы обиды замалчиваете. Зачем? Зачем вам ребенок, если вы сами в отношениях еще не созрели. Ребенком могут создавать зрелые люди. Когда отношения переходят на новый уровень. Когда между людьми все в порядке. Когда между людьми гармония. Чтобы ребенок родился в гармонии. А вы преодолели гармонию? Вы преодолели дисгармонию? Нет. Зачем вам ребенок? Ребенок должен выступить. Должен был выступить средством. Средством для исправления в кавычках вашего мужа. Вот вы пишите, что муж уверял. Когда появится ребенок, он еще никуда ходить не будет и бить тоже. Ну и чего бы это так? Муж уверял, правильно. Но вы то почему поверили? Там и захотелось. Потому что слишком была важна вот эта вот форма безопасности. Потому что вы слишком поверили в то, что если муж перестанет пить и ходить гулять. Что все налаживается. При том, что вы даже не подумали о том, что мужу нужно отдыхать. Что мужу нужно ход гулять иногда, возможно. Ну, человек такой. И что алкоголь это, ну, это просто традиция. И чтобы отказаться от традиции, нужно сильное желание. И именно отказаться. Это не замещение. Это не появление какого-то фактора в виде ребенка. Это именно, конкретно, личное желание человека что-то изменить. К сожалению, свое обещание он не держал. И не должен был. И не должен был. Вы ему поверили. Муж обещал, потому что видел, как вам плохо. И боялся, что ребенка вы ему не родите. А ребенку ему нужен был для твоих каких-то целей. Вот. Для чего, не знаю. Ну, про мужа не могу сказать. Обещание он и не должен был держать. Никто не держит обещание. Никто. В таких ситуациях никто обещание не держит. Если он человек, есть потребность. Потребность. Потребность меньше становится. С появлением ребенка. Наоборот. Еще больше. Потому что ребенок это добавляет нагрузки. Но вы сами подумайте. Ребенок добавляет нагрузки. Ребенок добавляет ответственности. Человек еще меньше. Еще меньше себе принадлежит. Разве нет? И по какой причине мужчина должен был меньше пить? Если он с вами, когда он был только с вами, он отдыхал. И ходил гулять и пил и так далее. То есть он уже был не удовлетворен. Что с ребенком, что его не удовлетворенность уйдет. Почему вы так решили? А почему вы хотели, чтобы это было так? То есть вы знаете, да? Ребенок должен был стать избавителем. Такие на него накладывались ожидания. И поверьте, ему с этими ожиданиями придется жить. И скорее всего его эти ожидания будут угнетать. Ребенку скоро год может еще больше пристраститься к алкоголю. Пиво два-три раза в неделю. Гуляние может длиться сутки. Ну, тут как бы все идет по, в общем-то, накапанным. То есть так оно в принципе и бывает. Да? Человек, который употребляет алкоголь регулярно. Да? Это человек, который обладает определенными проблемами. Вот. Соответственно, эти проблемы усиливаются. Когда появляется еще одна женщина в семье. Ну, вот. Человек, как правило, обостряется еще больше чувства вины. Чувство вины. Соответственно, она заливает алкоголь. Вот. Это такой, знаете, как порочный круг. Вот. В первую очередь, что нужно было сделать вам изначально. Это избавить мужа от чувства вины. От чувства такого чувства, что он какой-то не такой. Но у вас здесь ссоры, у вас здесь ссоры, у вас здесь слезы. Это мне способствует. Дальше. Мужа уволили с нескольких работ по причине прогулок. После гулянок. Ну, это, я думаю, произошло исключительно по его желанию. Он хотел этого. Хотел, чтобы его уволили. Так часто бывает. Зато, конечно, вы можете обвинять в какой-то случае. Вы можете обвинять в алкоголь. Но на самом деле, мужчина, мужчина хочет, хотел увольняться. Хотел, чтобы его уволили. Потому что человек боится ответственности. Человек, опять же, не до конца несет ответственности от себя. Ну, о чем говорить, если он обиды замалчивается. Если человек чувства не может выразить. О чем тут можно говорить? До трех месяцев муж очень хорошо помогал с рыбёрком. Ну, опять же, здесь какое-то, знаете, немножко эксплуатационное отношение к мужу, вот как мне кажется. Последние годы, последние полгода, ко всему этому прибавилась, прибавилась депрессия мужа, в которую он входит после того, как входит погулять и выпьет. Ну, вот это вот на самом деле сырьё. То есть это, знаете, я бы сказал так, это не типичный алкоголизм, да? Что-то, допустим, ну, опять же, непонятно, да, вот сколько он пьёт, да? А, непонятно, сколько он пьёт. Что-то, допустим, если два-три раза в неделю, то когда начинается депрессия? Если, опять же, вы говорите два-три раза в неделю, то как он может быть неделями, как он может неделями лежать, отвернувшись к стенке? Что-то странное. Противоречие и невязко. Дальше. Если у мужа депрессия, то депрессия, как болезнь, должна быть диагностирована. Если диагноз у него нет, это не депрессия, это вы назначили ему депрессию, о чем вы, наверное, говорили ему, чем ещё больше его подавляли, что тоже является в корне деструктивным. Да, это серьёзный факт. Да, это серьёзная проблема. Да, это уже не типичный алкоголизм. Я бы сказал, что у мужа какая-то другая проблема. Возможно, эта проблема действительно депрессия, возможно, что-то ещё. Но алкоголь здесь не выступает, как мне представляется, от самоцелия. То есть бывают алкоголики, которые вот прям чисто к алкоголю стремятся, а бывают те, кто через алкоголь, или с помощью алкоголя справляются с каким-то своим состоянием. Вот. Такие ситуации как бы известны. И вот в таких случаях достаточно убрать эту причину и всё. И, соответственно, человек алкоголь пить перестаёт. Вот. Ну, яркий пример – это бессонница. Вот я говорю, у людей бессонница бывает. Да, они иногда используют алкоголь для того, чтобы заснуть. Вот. И начинают его употребляться регулярно на алкоголь. Когда человек бессонница, ну, бессонница убирает, то он не алкоголь пить перестаёт. То есть это не алкогольная зависимость. Это другая проблема. Вот у вашего мужа складывается так в ощущение, что проблема другая. Ну, опять же, проблема, да? Проблема другая. Это проблема чувств. Это проблема эмоций. Это проблема переживания. Это то, что копилось в эти годы. Это то, что так сразу в одном отмете не получится проанализировать. Так. Он лежит неделями, отвернулся с к стенки, на работу не ходит, а должен с ребенком не помогал, а должен меня оскорблять. Ну, вы… Вот в данном случае вы выступаете жертвой. Да? Почему? Потому что куча ожиданий от Суня. И никакой личной ответственности. Я задам только один вопрос. Работал и ребенка обстрогать не буду. Задам один вопрос. Что в вашем понимании оскорбления? Как вы понимаете оскорбление? Эээ… И чем задевает вас его оскорбление? Задевает ли? Если да, то чем? И не ваша ли это проблема, что вас это задевает? Говорит, что я его запилила. Было дело. А поменяли, исправили, подкорректировали, раскрыли свое желание, которое стояло за тем, что вы его пилили, взяли на себя ответственность. Читало много нотаций. То же самое. Он теперь должен от всего этого отходить и будет возвращать мне все оскорбления, которые я причинил им. А вы его оскорбляли? Зачем? С какой целью? Какие опять же желания стояли? Стоять. Понимаете? То есть при условии, что вы замалчиваете свои обиды, да? И не высказываете их. Эээ… Тот факт, что вы его пилите и читаете много нотаций, можно назвать сублимацией. Ну так… Вопрос возникает. Вы что исправились сейчас? Себе? Много раз я предлагал им еще помощь, предлагал обратиться к врачу, к психологу, попытаться справиться самому. Это созависимость. Это у меня треугольник Карпмана, ну, то есть вы и раньше были треугольники Карпмана, просто поменяли реаленную. Если раньше вы были жертвы, то теперь вы спаситель. Почитайте про треугольник Карпмана, я думаю. Я думаю, вам это даст больше, ну, более полное представление о ситуации. Вот. О помощи рассказывался, там справиться не мог, хотя, проявлялось желание, я хотел даже обратиться к врачу второй раз, но не дошел и не дойдет. И не дойдет пока… Пока вы не позволите ему, столкнуться с последствиями своих действий самому. Сейчас ситуация совсем ухудшилась, после того, как муж не пришел домой мыть в родине, а учел гулять, а я продал его тортом дома, и сказал ему, что нам надо сделать паузу в отношении, что муж на следующий день уехал жить к родителям, мне очень жаль, что так вышло, конечно, хотелось бы жить с мужем, если бы он избавился от алкогольной зависимости. Так, ну у вас здесь очень большое предложение, я бы сказал. Смотрите, ситуация ухудшилась после того, как муж не пришел на ваше день рождения. То есть, по какой-то причине, день рождения, вы а справляли дома, б ждали мужа с тортом, вы и вы у вас никого кроме мужа не было на дне рождения. Странно? Странно. Может быть потому мужа не пришел? Потому что знаю, что его ждет на вашем дне рождения. Ведь не случайно же он пошел гулять? Вы об этом не подумали. Вы не подумали о том, почему вы свой день рождения сами же с тортом ждали его, хотя обычный торт дарят тому, у кого, тебе знаете, я не знаю, но вроде бы так и поработал. Как это все произошло? Понимаете, как это все произошло? Муж виноват. Ну, он проявил неуважение. Безусловно, он проявил неуважение, что не пришел к вам. Это так. Но простите. Простите. А вы? В том, чтобы провести и отметить свой дневной день ответственный вы, а не муж. Муж сможет что-то сделать, но он не обязан. Понимаете? Так, я сказал вам, что нам надо сделать паузу в отношениях. Ну, в принципе, в принципе, это назревало. Плохо только то, что это произошло после конкретной истории. и, например, стардом, да, было бы лучше, если бы это произошло просто, когда у нас все было хорошо. А так, это опять обвинение в его сторону, и это, соответственно, алкоголь опять. Ну, то есть, тут все понарошаешь. Понакапанный. Муж на следующий день уехал к родителям, то есть, ему нужен был только повод, чтобы уйти от вас, да? Вот. Ему самое не стало, ведьма, тяжело, потому что вы, наверное, не поменяли ничего, ничего из того, что делали. Вот. Так, видите, вы придаёте свои ошибки, но что за ними стоит, почему вы так поступали, вы ничего об этом не пишите, вопрос. Муж, 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 на первом месте муж, а не вы. Мне очень жаль, что так вышло, конечно, хотелось бы жить с мужем, но это опять. Жаль. Почему? Хотелось бы? Нет. Вам либо хочется жить с мужем, вы что-то для этого делаете, либо вам не хочется, а хотелось бы, это не позиция взрослого человека, если бы он избавился от алкогольной зависимости. То есть, понимаете? Это, это условное принятие на человека. Если бы ты избавился от алкогольной зависимости, я бы с тобой, я бы с тобой жила, а если бы у тебя ещё что-то поменялось, я бы с тобой жила, а если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы. Какая же это любовь? Любовь-то безусловное принятие. Понятно, что алкоголь вредит вашей семье, ребёнку и вам. Это понятно. Но. 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 Можно сделать так, чтобы негатив от алкоголя исключительно ложился на мужа. А то всё. Можно общаться с мужем, когда он трезвый. Можно. Можно не трогать его, когда он лежит в депрессии, например, и не помогать вам. Можно. Можно просить кого-то другого, чтобы вам помогать. Можно. Можно. Всё это можно сделать. При этом принимать мужа. Принимать в нём. То, что вам нравится. И принимать его таким, как он есть. И всё. Всё. Если вы его любите. Если у вас есть чувство. Если, как вы говорите, если вы его очень любили. А тут получается странная какая-то история. Потому что условия. Да. Да. Вот условия. Их только. Их только начни ставить. И всё. И. Уже остановиться будет нельзя. Понимаете? То есть давайте ещё раз. Чтобы вы правильно поняли. Алкоголизм это плохо. Алкоголизм это вред. Безусловно. И терпеть. Терпеть. Допустим. Там если пьяный человек. Там вас. Грубо говоря. Ну как-то. Притесняет. Да. Там вредит. И так далее. Безусловно нельзя. Вот. Ну а когда это происходит. Вот например. Человек. Да. В алкогольном опьянении. Там что-то сделал. Да. Вы ему на следующий день говорите. Дорогой. Я тебя очень люблю. Люблю. Поскольку вчера. Будешь пьяным. Ты сделал то-то, то-то, то-то. В следующий раз. Если ты придёшь пьяным. И повторишь эту историю. Я тебя больше пьяным не пущу. Домой. Это первое. Либо. И либо. В следующий раз. Если ты придёшь пьяным. Соответственно. Я. Вот. Пока ты пьяный. Да. Там. Не буду к тебе приходить. Ну не буду к тебе подходить. Не буду ничего там. С тобой разговаривать. С тобой. Как бы взаимодействовать. И всё. И всё. И всё. То-есть. Вы просто спокойно говорите. Просто. С улыбкой. С улыбкой. Просто. Позволяете мужу делать. То-есть. Он хочет. Но сами отстраняетесь от этого. При этом принимаете его по-преднему. 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 Да. Человек по-преднему видит, что вы его принимаете. Вы не принимаете только то, что вредит напрямую вам. А муж думает, что вы его поменять не хотите. И это так. Вы пишите, если бы он избавился от алкогольной зависимости. И хотелось бы жить с ним. При этом вы даже не уверены в том, что вам хочется. Вот если хотелось бы. То-есть вы даже за это ответственность не берёте. За свои желания. Может быть в этом проблема. Может быть в этом проблема в том, что вы не берёте ответственности за свои желания. При этом совсем мало времени. Четыре дня. Но мне очень горько. Из-за чего? Мужа я очень люблю. Как проявляется любовь. Человек он замечательный. И ребёнка очень любят. Чем он замечательный человек? Ограничивать их общение я ни в коем случае не буду. Это здорово. За всё это время обычно писал один раз. Спросил, когда можно прийти помочь ребёнка. Мы уже договорились о встрече. Это здорово. Вы молодцы. Но мне так жаль, что ребёнок так мало видится с папой. Это не ваша ответственность. Вот это не ваша ответственность. Понимаете? Аноним. Есть ваша ответственность. Если не ваша. Определите чётко за что отвечаете. Вы за что отвечаете. За что отвечает муж. Если вы сказали сделать правду. Если вы грубо говоря выгнали своего мужа. То несите за это ответственность. Несите. Смысл сейчас жалеть. Вы сделали выбор. Отвечайте за него. Если вы не уверены в выборе. Не делайте его. Только так. То есть опять же. Вы здесь. Возможно. Что. Ну возможно. Склонны себя обвинять. Почему вам жаль. Вот эта вот жалость. Да. Она нуждается в корректировке. Чтобы этого не было. Я не знаю. Может быть это обвинение. Может это страх. Может быть что-то ещё. Но. Нужно выяснять этот момент. И что делать дальше. Я совсем не знаю. Ну. Надеюсь мой ответ. Вас. Вам. Раскрыл. Что делать дальше. Возвращать мужа сама я не буду точно. Ваше право. Ваше право. Но и последствия будут соответствующие. Поскольку считаю. Что он сам должен прийти к тому. Семья. Самое дорогое. Самое важное и дорогое. Что может быть. Это не так. Это не так оно. Не так. Семья не самое. Совсем не дорогое что может быть. Самое дорогое что может быть. Это он у себя. Вы у себя. И только потом. Семья. И только папа. Ребёнок. Иначе вы никогда не вырастите. Ребёнка который любит себя. Поэтому. Здесь у нас в корне. Неверная. Установка. Которую нужно менять. По поводу того, что он сам должен прийти к чему-то, да, это верно, но он не придет так, он не придет через обвинение, он не придет через какие-то негативные последствия, он будет тебя обвинять и будет продолжать пить. Пока человек будет чувствовать обвинение, вынужден, человек не должен чувствовать обвинение, но должен чувствовать негатив. Только так. И должен сам понять, что алкоголь мешает нам быть вместе. Нет, не алкоголь мешает вам быть вместе, а ваше недопонимание, которое началось вне зависимости от алкоголя. Не нужно делать из алкоголя зло больше, чем оно есть. И на алкоголь вписывать свою безответственность в отношениях. Получается, что остается просто ждать и принять все как есть. Это и есть игра в тупик. Это и есть психологическая игра в тупик, в которой вы играете. Любой игрок в тупик приходит именно к этому. Никакой ответственности, просто сидеть и ждать. Если хотите, можете так поступать. Получится из этого что-то? Нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...